Корнеева Елена, город Омск. Развеши свежного, развеши меня, развеши меня. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Мы вас помним, Елена. Да? Да. Ой, приятно. Вы не меняетесь, меняется только вот этот возраст написан, он иногда прибавляется. Меняется только возраст на лице этому, вы скажете. Нет, 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 нет. Конечно, нет. Привет. Я просто вижу, вот сейчас увидел, все. Хобби написано, сноуборд. Да. Любите экстрим? Да. Ну вот размеши комика, по-вашему, это экстрим? Ну да. Вы нервничаете? Ой, я, ну нет, не нервничаю, я прям боюсь. А что страшнее все-таки, сноуборд или размеши комика? Ну, размеши комика, там просто сейчас дяденька за кулисами он прошел, такой прям, удачи. И вот я не знаю, это... Ну без ножа, без пистолета? Да, по ходу откупаться мне придется, и уж вам решать, чем так что. Мы согласны максимально вам помочь в этом, но для этого надо размешить. Я постараюсь очень. Леночка. Ай. Мы желаем вам удачи, у вас есть минута. Вы готовы? Да. Супер, тогда мы начинаем. Спасибо. Поехали. Я замужем, и так получилось, что все друзья моего мужа не женаты. И я постоянно оказываюсь с одной девочкой в компании. И это капец как сложно, потому что, ну тебе нельзя быть там типа телочкой, да? Тебе нельзя ныть, что ты устала на каблуках, что ты замерзла. В идеале ты должна быть готова ко всему. У тебя должны быть с собой и кроссовки, и пальто, и фольга с булавкой, да? Мало ли там что за компания. И при этом они же собираются вместе, они прям юмористы. Мы недавно участвовали в интеллектуальной битве за денежные призы. Там был вопрос, с кем провел ночь Ричард Виносердце, чтобы наладить отношения между Англией и Францией. И я знала правильный ответ. Но мы все равно ответили с твоей мамкой, да? Это же смешнее намного. И это очень сложно, но я понимаю, что у пацанов все по приколу. Вы заметили, какие клички они дают друг другу, да? Типа там мелкие, лысые, сиплые. И они при этом, да, друзья? Ну вот и все, видите, не так уж и сложно. А где четвертая кличка в этом ряду? Я потом и нож скажу. Мелкие, это же моя была, да? А я сексуальная, вот, да? Мелкие, лысые, сиплые. Не хватало еще одной клички. Сексуальная тогда надо было. Ну, как хотите. Как-то так. Хорошо, поздравляю. Тем не менее, тысяча гривен ваша, Елена. Спасибо. Идем дальше. А давайте. А давайте. Вторая минута, пять тысяч гривен на кону. Поехали. Ну, да, заметьте, у них же клички все такие, действительно. Там еще может быть. Да, вот лысые, сиплые. У нас нету просто такого у девчонок. Да, нету такого, что вот вы встретите девушку, она говорит, ой, ко мне сегодня подружки придут. А кто? А, ну там, короче, буду я, но шмара брови Брежнева. А, возможно, придет губальник с этим твоим, как вам, Игорем, да? То есть для нас нет, потому что, ну, мы девочки обижаемся. Поэтому многие девочки придумают себе, знаете, не клички, а никнеймы. Такие, типа, Эшли, Клео, да, звучит как псевдоним, если не поступишь. И, но, на самом деле, поверьте, у каждой из них были клички, о которой она не знает. И все зависит от того, с кем ты мутишь, да? Вот если ты встречаешься с парнем по кличке Лось, извини, но ты не Клео. Ты баба Лося, просто смирись, пожалуйста. Супер, пять тысяч гривен выигрывает Лена. Ой. Ну что? Стремновато становится, да? Ну, да, нормально. Нормально, нормально. Супер, супер. Это нервы. Это, да. Я попробую дальше. Третья минута, десять тысяч гривен на кону. Лена, большущей вам удачи. Спасибо. Просто девочки любят иногда обижаться даже из-за всякой чуши. У меня подруга недавно поругалась с парнем из-за привидения, понимаете? Она приехала ко мне и говорит, Лена, я уехала от Рустама, потому что я проснулась ночью, наш кот с кем-то играл, а Рустам ничего не сделал. Странный человек, да? Она боится призрака, который играет с котом, но не боится спать с человеком по имени Рустам, да? Это очень странно. Кто плохо ведет себя с Рустамом, сам становится призраком обычно. Слушайте, у меня недавно заболела спина, я пошла на массаж. И мне массажист такой, мне отнет спину, доходит до боков и такой, ой-ой-ой, у кого нас тут спасательный круг. Дрянь, да? То есть, прикиньте, просто, да, если бы это был другой доктор, если бы я пришла к пластическому хирургу и такая, доктор, я хочу увеличить себе грудь. Он такой, да фиксись грудью, что с хлебалом-то, мать? Ну, глянь, да, даже. Была десятка ваша, Лена, мы вас поздравляем. Ой, спасибо. Хорошо, идете. Так, я же в плате, блин. Ща, я посмотрю, ща, ща. Вы че, как, нормально не устали? Сидите все серьезно, я же за это вы пришла. Мы веселые, мы стараемся. Все в порядке. Я готова. Точно? Да, пап. Четвертая минута. Мы что-то не знаем. Четвертая минута, 20 тысяч гривен на кону. Лена. Я постараюсь. Мы за вас. Просто у меня, знаете, есть прям очень-очень красивые подруги. Вот настолько красиво, что прям бесит с ними фотографироваться, да? Знаете, вот это вечное в клубе, когда, ой, Лена, подожди, сейчас с удавством, у меня просто эта рабочая срана, да? Ой, у меня вот эта вот рабочая срана, я так... А у меня на фоне них рабочая сторона, если фотографировать с квадрокоптера, понимаете, откуда-нибудь? И просто, ну, немножечко обидно, да? Они там выкладывают свои фотки, им пишут комментарии, типа, вау, ты секс, ты супер, ты богиня. Знаете, какой комментарий недавно оставили мне? Девушка, а у вас родители случайно не киномеханики? А тогда откуда у них такая бобина, понимаете? Бобина. Ну, просто немножечко обидно. Я считаю, что у меня нормальная фигура, она, знаете, она у меня как у гитары. Я понимаю, да, так, может, не видно? Она же в чехле. Я только доставать не могу. Есть! У вас 20 тысяч гривен, и я этому очень рад. А вы третий раз наш забрали. Да, и вот я сейчас, ну, наверное, все-таки пойду. Я первый раз выиграла, второй нет, и должен же быть реванс. Первый раз вы выиграли сколько? 50. Правда? А второй раз? Ничего. А, нет, было 8 марта, вы мне штукарь дали. Видите? С пустыми руками вы никогда от нас еще не уезжали. Ну, это еще сейчас самый момент, да? Нет, я... Ну, это не тот же самый момент, но должны же быть разные эмоции. Ага. Вот как умеют настроить на юморок, да? Очень хочется, чтобы вы не переживали. Совсем. Да, да, я сейчас... Ну, еще можно. Ага. Радиоведущая вы, да? Да, стала теперь. А, стали теперь. Очень хотелось просто, но... Думал, не возьмут. Вот, все, я готова. Точно? Прям готова на пятую минуту? Да, блин, да. Ну, пусть у вас все получится. Пятая минута. 50 тысяч гривен, друзья. Эти аплодисменты надо адресовать Елене. Поехали? Поехали. Просто я говорю, к чему? Мне-то, блин, нравится моя фигура. Я из Сибири, я не стремлюсь к каким-то там сорока непонятным килограммам. У нас сибиристы весят 40 килограмм, мать, тебе зимой не выжить, ясно? Может, в Сибири не может выжить тот, кто весит меньше шубы? Это вообще не вариант. Я не понимаю девочек, которые... Ты так красивая, что ты самосовершенствуется? Ну, про те, которые вот увеличивают грудь. У меня подруга увеличила и потратила на это 200 тысяч гривен. Блин, 200. Я потрогалась за грудь и думаю, ух ты мой. Шпирас такие бабки в руках держу, вообще 200 тысяч, да? Супер, Лен, поздравляем, забирайте свои пищи. Размеши свечного, сделай, что парень спьянся. Размеши свечного и под столом валяться. Размеши свечного, пусть намочит колботки. Размеши свечного, пусть намочит колботки.